Трудные места Писания Ну и дальше он говорит, я прочитаю свой перевод. Или в Синодальном всегда носим в теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Второй вопрос, что, значит, мы носим в теле мёртвости Иисуса. Ну, сокровища в глиняных сосудах, казалось бы, понять довольно легко. Глиняный сосуд – это явно тело. Почему он глиняный сосуд? Потому что оно хрупкое. Ну, мы прекрасно знаем, как легко мы заболеваем, как немного нужно, чтобы с нами случилась какая-то нехорошая штука. Стоит погоде измениться. Всего лишь 40 градусов Цельсия. Плюс или минус, даже не важно. А нам уже некомфортно. Вот действительно глиняные сосуды, которые легко лопаются. Но что же за сокровища? Наша душа, как может показаться при не очень внимательном прочтении, да нет. Смотрите, в предыдущем шестом стихе «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». То есть, смотрите, дело не в том, что такие прекрасные внутри, на лицо ужасные и добрые внутри. А дело в том, что наши тела, пусть они достаточно слабы, но они служат вместилищем Бога. Бога, Божьего Слова, Христа, Он присутствует в нас. Вот это сокровище. Но тогда, почему он говорит, всегда носим в теле мертвость Иисуса, света Иисуса, воскресения Иисуса. А мертвость не очень хороший перевод. Вот я вот сам перевел «в нашем теле умирает Иисус». В оригинале там такое стоит слово «ten necros into Yesu», то есть некроз буквально, вот медицинский термин некроз – это отмирание тканей, да, очень скверная штука. И вот мы носим в теле некроз. Что ж хорошего? Это сокровище или некроз? Ужасное что-то мы носим в теле. А он говорит, смотрите, то, что Иисус умирает, это и есть сокровище. Причем то, что он однажды умер за грехи всех людей, да, для Павла это, конечно, очень важная центральная мысль вообще всего его богословия, но некрозис – это процесс умирания. И он говорит постоянно. Не то, что мы однажды… Он однажды умер, мы однажды это приняли, и вот теперь это так пошло. Он говорит, мы умираем. Довольно печальное явление, да, мы все стареем, мы, как правило, не улучшаем свое здоровье. Бывают редкие периоды, но в основном мы, конечно, движемся в одном направлении, и это направление довольно печальное для нас. Но он говорит, вот это наше умирание, это не наше умирание. Причем те времена были достаточно суровыми, то есть это могли быть преследования, это могли быть казни, пытки, все что угодно. В нашем теле, говорит, он умирает, Иисус. И это и есть сокровище. То есть, может быть, как раз главное сокровище заключается в том, для Павла здесь, что у этого умирания появляется совсем другой смысл. И это не просто естественный процесс увядания, старения и всего прочего. Это возможность присоединиться к той самой смерти Иисуса. Очень важное для понимания мученичества место. Вот часто мученичество как-то упрощенно понимают как такое, знаете ли, дополнение. Ну вот, Христу не хватило там очков или там силы для того, чтобы совершить искупление, а мученики ему подбрасывают еще. Да, вот они погибают тоже в мучениях и тем самым создают какой-то вот банк, такую копилку. Нет, 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 совершенно не так. Вот для Павла принципиально важно, что существует только одна мученическая смерть Иисуса. Но эта смерть воспроизводится в жизни верующих. Эти люди оказываются тем, в ком Христос умирает здесь и сейчас. И вот, собственно, в чем сокровище-то. Вот не просто мы такие прекрасные внутри, а Христос живет сейчас в наших телах, говорит Павел. Особенно тогда, когда эти тела страдают за веру. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok